Приветствую вас, мои друзья и гости канала, и многие из вас хотят домик с бассейном, недорогой, чтобы он был современный, чтобы был 6 соток земли и так далее. Давайте посмотрим такой домик. Ну, во-первых, с чего мы с вами начнем? Начнем мы с того, что вот здесь заезд, да, нормальный заезд, сделан хороший, все, и мы попадаем в такой домик в стиле хай-тек, который располагается на 6 соток земли. Что хорошего? Вот здесь внизу комната, да, кто-то подумает, гостевая. Нет, на самом деле здесь находится все оборудование для нашего, чего? Ну-ка, ну-ка, ребят, все верно, для нашего бассейна. Бассейн сделан довольно-таки неплохо, сейчас мы с вами его посмотрим, посмотрите, да, ну бассейн реально классный, бассейн хороший, такой-то не просто какой-то корыто, а красиво все, вот эти небольшие елочки, не знаю, как они правильно называются, еще даже с этикетками, с гарантией. Вроде все как положено. Этот дом у нас качественный. Сразу говорю, дом качественный, сейчас, секундочку, прям, ребят, секунду, то у нас дождь. Дом у нас качественный, я сначала прошел себя, оценил, все здесь сделано просто безупречно, и домик у нас 170 квадратных метров. Конечно, ребят, когда вы рассуждаете, говорите, Макс, ты нам показываешь дома, да нам с этого не устроит, ты нам показываешь капитальные хорошие дома по качеству и так далее, можно, говорит, дом построить из каркаса, да, можно, ребят, можно сделать такую вот крышу, да, можно, я с вами соглашусь, можно, можно, наверное, но не нужно. И вы сами же, когда начинаете такие дома снимать, да, вы начинаете меня хейтить, потому что вы говорите, что ты нам за сарай показываешь. Поэтому я вам показываю хороший сарай. Шучу, конечно, про сарай. Дом хороший, смотрите, сразу говорю, монолит, да, заполнение идет пеноблоком, и сверху у нас, ой, снаружи идет утеплитель и обработан. Здесь мы, в отличие от соседнего домика, попадаем на первый этаж, и здесь у нас высота потолков 3 метра. Вроде бы кажется немного, да, 20 сантиметров, но уже, ну, лично мне как-то давит. Может, потому что уже стяжка сделана, может, потому что уже основание для теплых полов сделано. И по лойке вот здесь эта кухня, и переход в гостиную, такая гостиная хорошая. Конечно же, вот с правой стороны мы с вами видим такую вот общую зону, там, где у нас будет располагаться санузел и так далее. И вот эта комната, смотрите, ребят, вот эта комната у нас либо может являться кабинетом, раз, либо эта комната может являться у нас, к примеру, гостевой комнатой, к примеру, приехали родители. Самое главное, что с этой комнатой, да, смотрите, как сделали, есть отдельный выход, отдельный выход, можно выходить на улицу, минуя зал. Ну, я считаю, что это тоже классно. Ну, опять же, сейчас поговорили с собственником этого дома, он говорит, я на всякий случай здесь сделал канализацию, на всякий случай, вдруг кто-то захочет здесь сделать сауну, да, к примеру, какую-нибудь электрическую, и будет выбегать и сразу купаться в бассейне. И мне эта идея понравилась очень даже сильно, представляете себе, можно здесь сделать сауну, вот с этой стороны, мы сразу с вами выходим, да, можно там сделать зону, где можно просто отдыхать, тем более 9 месяцев в году. Ну, и, конечно же, либо можно отдыхать именно вот, когда вы выбегаете, когда вы выбегаете сюда, да, ну, место потрясающее. В итоге, что мы получаем? Хорошая, я считаю, просторная кухня-гостиная, очень много возможностей войти, выйти, да, хорошо сделанным, классно сделанным, мне лично нравится, да, и тот вид, когда ты смотришь с своего окна, и у тебя вид идет на такой вот, как бы, на хороший бассейн, на зелененькую территорию, все супер. Кстати, дом будет сдаваться чистовой отделкой, будет здесь стяжка, уже электрика сделана, в общем, много чего сделано, поэтому останется только ламинат, останется решить с потолком, что вы там решите для себя сделать, и останется решить только с обоями, да, обоями, обеими, либо с декоративной штукатуркой. Что касается у нас самого, да, вот, второго этажа, здесь вы видите санузел, кстати, не обращайте внимания на окно, оно тонировано, тут же мы с вами видим одну гостевую, да, для детишек, да, спальня с выходом на балкон. Здесь же мы с вами видим вторую спальню с выходом на балкон, да, она небольшая, но она есть. Кстати, здесь тоже планировалось, хотели сделать санузел, но потом передумали. В общем, говорит, если нужен санузел, мы сделаем без проблем, канализацию продлим. Ну и, конечно, здесь у нас хозяйская спальня, и из этой хозяйской спальни мы с вами можем выйти, куда, как вы думаете? Все верно, из этой хозяйской спальни мы с вами можем выйти и летом наслаждаться просто потрясающим видом на зеленые горы. Здесь же мы можем наслаждаться видом на территорию свою, да, и вот смотрим с виду, ну, сбоку у нас бомбик, да, соседний, который тоже снимал, чуть-чуть побольше, там эксплуатируем кровлю, здесь такой кровли нет, поэтому этот домик у нас и подешевле. Ну, смотрите, все сделано, ну, реально, как бы, покупается не просто там какая-то чернуха, да, а покупается хороший, благороженный домик. Теперь по поводу потолков сейчас кто-то будет спрашивать. Здесь идет наверху мягкая кровля, тут будет у нас подбито USB, не, USB плитой, и, в принципе, все будет готово, вот, и, конечно же, будет утеплен, все это в цену входит. Здесь будет стяжка, в общем, дом сдается полностью с чистовой отделкой и, говорит, просто не доделан, просто вдруг у кого-нибудь там какие-то возникнет желание что-либо поменять, что-либо доделать и тому подобное, поэтому, говорит, мы немножко выдерживаем. Ну, и если на то пошло, можно еще со второго этажа выйти на свою небольшую придомовую территорию, здесь можно сажать лук, чеснок, либо красивые какие-нибудь деревья, хурма там и тому подобное. Вот эта территория еще есть. До опорной стены эта территория относится к этому дому. В общем, как-то так, ребят. Что мы имеем по итогу, ребят, с вами? Что мы имеем с вами по итогу? Ну, по итогу имеем хороший дом с тремя спальнями, с балконом, да, с хорошим, качественным, я считаю, чистовым ремонтом, опять же, с теплыми полами и так далее. Кто-то спросит, Макс, скажи, пожалуйста, что у нас здесь с отоплением? Отопление здесь трех видов. Ну, во-первых, можно электричество. 15 киловатт здесь отводится, можно электричество. Это первое. Второе, можно у нас газ, который привозит, да, хоронится три, так скажем, забыл, как называется, технологии, когда делается от газа, но газ у нас приводится в баллонах. И третье, это привезти газ. Газ привезти здесь стоит 700 тысяч. Все прочитали, сказали, что, наверное, все-таки электричеством проще всего, потому что окупаемость, если привезти сюда газ за 700 тысяч, будет... Хотя вот, смотрите, ребят, кто-то может сказать, да, газ стоит 100 тысяч. Вот он, да, газовая труба. На самом деле, уже узнал собственник, 700 тысяч. 700 тысяч мы насчитали. Поэтому, чтобы я вас не владел в заблуждение, проще, конечно же, здесь сделать электричество. Ну и, конечно же, на этом поставить большую жирную точку. Что касается этого дома, мне он понравился. Цена, кстати, за 175 квадратных метров 16 миллионов рублей. Я считаю, что цена более чем достойная. Опять же, учитывая, что есть бассейн, поэтому бассейн нормальный, полноценный, как положено, да, там, со всеми там сооружениями, все. Хватает паркинга, хватает всего. Поэтому, ребят, я считаю, что и место хорошее, да, вот у нас мы находимся в самом начале Мацеста, а не какая-нибудь там улица Измайловская и тому подобное. И мне в целом здесь все понравилось. Земля, которая, на которой стоит домик, приобретался год назад. Один участок земли стоил 3,5 миллиона рублей, другой стоил 3 миллиона рублей. Сейчас эта земля уже дошла до 5. Просто, чтобы вы понимали, только земля под этими домами стоит пятерку. Остальное уже стоит дом. Все, ребят, вам спасибо за просмотр. Едем с вами дальше. Лично мне эти домики понравились. Пока.